так вот друзья разоблачение постмодернизма приветствую сергей д ричард докинс об интеллектуальных уловках и мета шатаниях философов вот это я понимаю слова мета шатания фан-база кота васьки 88 рублей как вам идея с котом стрим как вы стрема с котом васька или такой уже был такой же был спасибо большое за идею но уже было короче да кайф я согласен сергей так вот публикуем разоблачение постмодернизма рецензию ричарда докинза на книгу интеллектуальные уловки сокала и брикмана и разберемся в чем ученые упрекают постмодернистов и почему разоблачение все-таки необходимо необходимо вообще-то необходимо let's be logical блин ну пусть ричард докинс если он хочет быть logical ну докажет что он короче владеет логикой расскажет нам что такое то моду спонанс я не знаю еще чего-нибудь пусть расскажет на то давайте быть логичными я чувствую чувак даже как бы в основах не шарит давайте посмотрим там не знаю предложим ему короче модус барбару там пусть покажет нам но он хочет чтобы мы были логичными пусть нам покажет пример да как как это быть логичными а то я просто хуй знает ну то есть да давайте по модусам про про пройдемся я-то их не все знаю я их не использую по большей части да мне как бы плевать на них но человек который вот призывает нас let's be logical должен короче знать все модусы без исключения должен знать кстати логику тоже идеально должен дать логику интересно сможет ли он это сделать своих заметках на полях имени розы умерто эко знаменитый итальянский философ писатель историк медиевист и литературный критик размышляя о специфике посмодернизма приводит потрясающую аналогию вскрывающую саму суть этого культурного явления вообще-то вообще саму суть смотрите это еще не докинс пишет есть что это предисловие да это ну а вот это уже умерто посмодернистская позиция напоминает мне положение человека влюбленного в очень образованную женщину он понимает что не может сказать люблю тебя безумно потому что понимает что она понимает она понимает что он понимает что подобные фразы прерогативы лиала автора миродрам второсортной писательницы однако выход есть он должен сказать по выражению лиала люблю тебя безумно он доводит до ее сведения то что собирался довести то есть то что он любит ее но что его любовь живет в эпоху утраченной простаты ой простоты прошу прощения уберта как всегда гениален а бля на ну да да я юсуп жан именно так как всегда короче умерто глубок гениален но написано абсолютная херня потому что ну под посмодернизмом вообще в принципе посмодернизм как явление умерто эко пишет про культурное явление как выше было написано не просто не про посмотрите философии пишет а про посмодернизм там в других областях скорее даже да то есть не в тему не в тему не в тему короче тут скорее речь про амонимы идет то есть у нас есть постмодернизм как философское течение из постмодернизм как культурное явление причем это вещи некоторой степени смежности конечно они не не в некоторой степени связаны но не абсолютно взаимозаменяемый кроме того ну даже посмодернизм как культурное явление не исчерпывается таким описанием пак джон дой нет там впереди будет статья докинза поехали описывая таким образом сдвиг в культурном самосознании спасибо добрый описывая таким образом сдвиг в культурном самосознании скинул в лесу звука разбери его а понял звук мальтих просто все у меня про звук тихий спасибо большое доброе имя спасибо большое посмотрим обязательно так вот описывая таким образом сдвиг в культурном самосознании западного мира и ков такой небольшой зарисовки демонстрирует самые яркие черты постмодернизма иронию бесконечная цити там вообще нет бесконечного цитирования деконструкцию реальность до деконструкцию он продемонстрировал жесть просто как какой же умберто гений продемонстрировал нам деконструкцию вот он вот он мастер-то которая на поверку оказывается всего лишь игрой знаками неожиданно а понял да 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 понял 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 мой косячок я просто даже не слышу что вы каш шипит на меня спасибо большое фан-база катькова катаваськи отчетом счетом в тг просто мы там втроем сидим изоляция там больше нет никого кроме даже вас а в телеграме допустим переходите на этот в дискорд у нас все в дискорде фан-база катаваськи переходите обязательно в дискорд подписывайтесь ссылки в описании при отцу надо так вот это всего лишь игра знаками ничего больше прикиньте однако лингвистические игры не строгое мышление признающая относительность любых ценностей бесконечная рекомбинация всего написанного в течение долгого времени питавший постмодернизм стали в конечном счете благодатной почвы для появления моды на философство не рассвет эстетствующего иррационализма которые привели в итоге к распространению огромного количества сомнительных текстов из различных областей человеческого знания претендующих если не на объективность то как минимум на признание их важности приветствую егор меркель начнем сначала нестрогое мышление почему она не строгое но как какие каковы критерии строгости мышления догматически верить в логику и и рецитировать то есть если мы догматически пытаемся выставлять себя великими логиками как там докинс который скорее всего всяких модусов не знает вообще в принципе то есть если мы не заявляем заранее что мы великие логики если мы заранее да не заявляем что мы великие логики то мы как бы уже находимся в области не строгое мышления видимо да не строгое мышление хотя в принципе здесь на мой взгляд непонятно почему это мы шли не является не строгим потому что критерий строгости мышления может быть много ну логические критерии типа там не противоречивости соответствие закону удостов и так далее так далее так далее это все одна из разновидностей критерия Ну, то есть, один критерий такой доступен, один из возможных. С другой стороны, возможны нелогические системы рассуждения, и здесь мы можем к строгости подходить по-разному, например, последовательность образов, последовательность метафор, понятность, в конце концов, описательная ценность, потому что наше учение может вообще базироваться сугубо на описаниях и на доказательства, и может быть плевать. Все просто, но, то есть, есть системы, есть системы, есть системы, которые, в принципе, не претендуют на какие-то логические выводы, и, соответственно, единственное, что для них нужно, это просто описывать то, что происходит, и на этом ограничиться. Что нет-то? Признающая относительность любых ценностей. Я, на самом деле, не знаю, насколько постмодернисты, как конкретные там мыслители, признают относительность любых ценностей, по-моему, далеко не все. Но это тут такое, господи, я уронил замочек, я уронил замочек. Ладно, без разницы. Тоже бесконечная рекомбинация всего написанного, это тоже не происходит, потому что это просто невозможно бесконечно рекомбинировать. Ну и как будто бы другие виды творчества, они не рекомбинировали никогда, и тут вдруг пришли постмодернисты и начали рекомбинировать, да, неожиданно. То есть, не, ни в коем случае произведение Пушкина, где он там пишет про всяких замечательных дам в беде, которых там надо спасать, любить, целовать, и вдруг там герой появляется, спасает даму в беде. И, короче, все хорошо заканчивается, все потрясающе, да. Нет, это не рекомбинация уже существующих сюжетов, Пушкин это сам придумывал. А вот сейчас, в наше время, это уже рекомбинация, понимаете? Вот такая вот проблема. Да, нестандартный взгляд, статья есть, нестандартный взгляд, неизбежность постмодернизма как ключ к его преодолению. Дурацкое название статьи, потому что очевидно, что постмодернизм не был неизбежен. Ну, постмодернизма можно было избежать, можно было убить всех постмодернистов, например, я не знаю, в свое время. Мы могли просто прийти с автоматом и перестрелять всех постмодернистов, все, мы избежали постмодернизм. Это не Докинс еще, это еще не Докинс, это вступительная статья. Книга «Интеллектуальные уловки. Критика современной философии постмодернизма», она написана в 1998 году профессорами-физиком Сокалом и Жаном Брикманом, стала серьезным и основательным ответом этим тенденциям, царящим в современной культуре и людям, которые воплотили эти тенденции в жизнь. Палочком к написанию работы стал нетривиальный розыгрыш, в котором один из ученых опубликовал в американском культурологическом журнале Social Text пародийную статью, напичканную достоверными, но, увы, бессмысленными цитатами о физике и математике, известных французских и американских интеллектуалов. Статью, как вы можете догадаться, восторженно приняли к публикации, не увидев подвоха. «Эта ситуация заставила Сокала и Брикмана всерьез тревожиться и написать скрупулезное разоблачение к самой статье и некоторых работ философов, цитаты которых использовались в шутливом научном труде». Так, может, они нормально там цитировали, кстати? Под раздачу попали не кто-нибудь, а столпы французского постмодернизма Жан Бдрияр, Жиль Делес и Жак Лакан и другие, соответственно, бедняжки. «Сама книга представляет исключительный интерес, и, как вы понимаете, мы рекомендуем прочитать ее полностью, но, чтобы составить о ней более полное представление, а также познакомиться с самыми яркими фрагментами, предлагаю вам прочитать рецензию на эту работу, написанную другим известным ученым и популяризатором науки Ричардом Докинзом». Рецензия называется «Разоблачение постмодернизма». И нужно признаться, что такое громкое название соответствует действительности. «Разгромил без шанса на реабилитацию», то есть, ну мы ждем, да? «Просто разнес в пух и прах, не оставив места никакого там вообще». Просто уничтожил, короче, смотрите. Сейчас мы узнаем. Что ж, по всей видимости, это новый виток вечной борьбы физиков и лириков. Это еще какой-то дегенерат писал вступление, судя по всему, потому что он делит людей на физиков и лириков. Ну просто здоровый мыслящий человек, у которого, ну, мозг присутствует, и который, ну, знаком с физикой, с естественными науками, гуманитарными науками и общественными науками. Он никогда и техническими науками, и точными еще науками. Этот человек никогда не будет делить весь мир на физиков и лириков. Деление на физиков и лириков – это умственно отсталая херня, уже сходу как бы. Если кто-то пишет, что это новый виток вечной борьбы физиков и лириков, он шуе просто, он сумасшедший. Когда-то физики были частью философии, по сути. Приветствую, Элизабет Райт. То есть, когда-то физики были частью философии, чтобы вы понимали. А философия, типа, гуманитарная наука сейчас и лирика. Что получается? Лирика первее физиков? Офигенно. Эх. Да. В которой те и другие считают себя, безусловно, правыми и, как выводится, недооценивают оппонентов. Вот, сейчас начнется. Докинс, капеллан дьявола. Закон сохранения трудности Докинса... Что? А, это Докинс про закон сохранения Докинса пишет. Элька, не плачьте. Так, трудности Докинса гласит, что обскурантизм в пределах любой учебной дисциплины расширяется, заполняя вакуум присущей внутренней простоты. Например, физика действительно трудный и глубокий предмет, поэтому физикам нужно усердно трудиться над тем, чтобы сделать свой язык как можно проще. Преподаватели других дисциплин страдают от того, что Питер Б. Медавр называл завистью к физике. Они хотят, чтобы за ними тоже признавали глубину, но в действительности их предметы довольно простые и поверхностные. Поэтому им приходится перегружать свой профессиональный язык в стремлении компенсировать неравенство. Не, объяснять что-то серьезное в мировом масштабе завистью, завистью, это прикольно. Это шикарно просто, это гениально. Нет ничего более гениального, чем объяснять что-то завистью. Вы знаете, что мне кажется? Спасибо, Айзрадо. Знаете, что мне кажется? Ссылка удалена. Нет, не знаете. Вы не знаете, что мне кажется. Вы даже не подозреваете, что мне кажется. Мне кажется, мне кажется, что у Докинза зависть, короче, к этим, не знаю, обезьянам. Докинз хочет быть обезьяной, понимаете? Я не знаю, я не знаю, но, блин, у, не знаю, у Докинза зависть к обезьянам, потому что у обезьяны большой пенис, короче. И Докинз такой, о, боже мой, о, боже мой, зависть, зависть, я хочу завидовать, там, я не знаю, блин. Обвинять кого-то в зависти, Кринжова? Ашадов, тебе заказывали уже как Бояршина в мобил на Катаваську? Я фрагментами видел, но не на стриме. Заказывайте полностью, хочу посмотреть, будет весело, ребят. Очень хочу посмотреть. Аргумент зависти почти всегда не работает. То есть, Докинз не скажет, что он обезьяна, Джон Дой. Лол, блядь, обезьяна, это те, кто сейчас живут. То есть, человек, он, как бы, у нас были предки общие с обезьянами, соответственно. Джон Дой, учите, блядь, терминологию. Шуе, короче, ты тупой, ты тупой, ты науку не знаешь. Умри, 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 понял? Умри, не знает науку вообще. Вообще науку не знает. Ты тупой, Джон Дой. Умри, блядь. Не знаешь науку. Общий предок у нас с обезьянами. Короче, поехали. Так, стоп. Сам соси, сам соси. Когда ты говоришь атеистам, что человек произошел от обезьяны, атеисты говорят, fuck you, мы произошли от общего предка с обезьянами. Это была шутка и отсылка на это, если что. Это была шутка и отсылка на эту штуку, Джон Дой. Не обижайтесь, не обижайтесь, что я вас лил. Так вот, текст нашего великого гостя, разоблачение постмодернизма. Вот он, Докинс, портрет его. Поехали. Я даже не знаю, я предоставлю читать эту работу куда более специализированному роботу. Представьте, что вы самозванный интеллектуал, которому нечего сказать, но который изо всех сил стремится стать известным ученым, собрать вокруг себя благодарных учеников и добиться того, чтобы студенты по всему миру почтительно мазали желтым маркером страницы его трудов. Так, то есть надо представить, что я являюсь Ричардом Докинзом сейчас, да? Представьте, что вы самозванный интеллектуал, которому нечего сказать, но который изо всех стремится. Да, действительно, я представил то, что я стал сейчас Ричардом Докинзом. Вот в самый, в этот самый момент, да? Дальше пишут, спрашивают, какой литературный стиль бы вы выбрали? Да любой. Непростой и ясный, конечно, потому что ясность разоблачила бы бессодержательность. Скорее всего, вы писали бы как-нибудь так. Цитата. Давайте. Здесь хорошо видно, что нет никакого двояка однозначного соответствия между линейными значащими связями или авхиписьмом, в зависимости от автора и этим многоиндексным, многомерным машинным катализом. Масштабная симметрия, трансверсальность, недискурсивный маниакальный характер их экспансии. Все эти измерения заставляют нас выйти из логики исключенного среднего и подталкивают нас к тому, чтобы отказаться от онтологического бинаризма, который мы уже критиковали. Кайф. Да, кайф. Да, клюва. Ну то есть цитата из контекста вырвана или не из контекста? Просто я полагаю, половина из этих терминов проясняется уже в работах. Половина, может быть, и нет, кстати. Не исключено, потому что постмодернисты многие реально писали с некоторыми входящими лишними терминами. Но при этом общую концепцию, прочитав книгу, все равно понять можно. Чтобы вы понимали, какая-нибудь там книжка Бодрияра, она не вся такая. Какая-нибудь книжка там Делёза, она тоже не вся такая от начала и до конца. Есть простые моменты, есть сложные моменты. Есть понятные моменты, есть непонятные моменты. То есть, как бы вам объяснить, да, действительно есть некая проблема, что некоторые постмодернисты классические писали довольно сложные тексты. Довольно сложные и неоднозначные тексты. В том плане, что, да, там действительно прячутся за неясностью. А может, действительно прятались частично за неясностью. Но это гаватари. Так что, да, но это гаватари. Но это гаватари. Я пишу, так как аргумент про то, что Ниши прикрывался метафорами, чтобы скрыть отсутствие аргументации. Есть такое. Ну, тут основная проблема вообще, что Ниши не стремился к аргументации, конечно. Чтобы прикрыть отсутствие аргументации, Ниши вообще не стремился к аргументации. Прошу прощения. Ниши высказывал, по его мнению, видимо, очевидные какие-то слова, которые просто люди не замечали из-за того, что они в шизофренике, в шизофренических дискурсах обитают. Ну, да ладно. Так что, ребят, ну вот, неожиданно оказалось, да, что, ну, на самом деле, если мы возьмем любого постмодерниста, мы, в принципе, найдем там стандартную структуру текста. Там вступление, там начинаются какие-то развития и так далее, так далее, так далее, и постепенно текст становится сложнее. Приблизительно так всегда. То есть, например, в отличие от Канта, где все термины прояснены, у Канта все термины прояснены, все с Кантом хорошо, например. А вот у постмодернистов не все прояснены, но все равно некоторые аспекты их книг читаются легко, некоторые сложно. Что-то понятно, что-то непонятно. То есть, вырвать самый кринжовый отрывок из книжки, ну, такое себе. Так, ну пусть прочитаем, это я читать не буду, все. Это цитата из работы психоаналитика Феликса Гватари, одного из модных французских интеллектуалов, разоблаченных Аленом Соколом и Жаном Брекмоном в превосходной книге «Интеллектуальные уловки», которая произвела сенсацию в прошлом году. Феликс Гватари не был психоаналитиком. Сорян. Фактическая ошибка. Поехали дальше. Когда она была опубликована на французском, а теперь выходит в полностью переработанном и исправленном английском издании. Класс. Ну, давайте всю эту вводу прочитаем. Гватари может продолжать в том же ключе до бесконечности и дает нам, по мнению Сокола и Брекмона, лучший пример произвольного смешения научных, псевдонаучных и философских слов. Какие только можно найти. Тесно сотрудничавший с Гватари покойной Жиль Делес обладал сходным литературным талантом. Цитата «Жиль и Делёза». Ну, на самом деле у Делёза там и методология соответствующая была. Хаоидная методология, она мне в принципе нравится. Там такой хаосизм интересный в текстах присутствует. Я на самом деле читал работы, в общем-то, ученых, современных ученых, которые исследуют именно историков философии, которые исследуют как раз Делёзы, Гватари. Там довольно интересные трактовки их учений, их позиций, их высказываний. Так что, так что, знаете, так что, знаете, брать отдельные какие-то куски и пытаться как-то делать вид, что они не имеют смысла. Ну, это реально как брать рандомную книжку непосредственно, непонятно откуда взявшуюся. Гватари же вроде из шизоанализа. Да, это не психоанализ. Это шизоанализ, и шизоанализ он критикует психоанализ. Если что, если что, это критика психоаналитической традиции, как бы. Это то же самое, что сказать, что секс-темпирик был, как его там зовут, с аллипсистом, в общем. То же самое практически. Так. Ну, нет ни одно и то же, это разное. Поехали. Цитата Жилья Делёза. Во-первых, события сингулярности соответствуют неоднородным рядам, которые организованы в систему неустойчивую, не неустойчивую, а метаустойчивую, наделённую потенциальной энергией, в которой распределяются различия между рядами. Во-вторых, сингулярности характеризуются процессом автоунификации, который всегда подвижен и смещён настолько, что парадоксальный элемент пробегает ряды и заставляет их резонировать, сворачивая соответствующие сингулярные точки в одну случайную точку, и все выбросы, все бросания костей в один результат. Кайф. Вы что, эстетику не чувствуете? Это же так кайфно, ну. Я нихуя не понял пока, да, это круто, это классно. Круто ничего не понимать. Причём, понимаете, мы можем сколько угодно гадать, это термины или не термины, потому что, ну, чтобы узнать, является ли вот это всё терминологией, надо рыться и читать все книжки Делёза. Я этого не делал. Я этого просто не делал, соответственно, да. Но, ну и, соответственно, разбирать отдельно взятую книгу тоже довольно странно. Авторы, конечно, мало определений дают в своих работах, не повторяют их, возможно, так что я не знаю. Так что я не знаю, понимаете, действительно, то, что мы сейчас услышали, это странно. Но вдруг он поясняет, что такое метаустойчивое, наделённое потенциальной энергией. Где-нибудь, может быть, поясняется. Но я просто серьёзно, я здесь не буду гадать, потому что, опять же, отрывок какой-то рандомный дан. И это, сейчас, и это при том, и это при том, что, как бы, товарищ Докинз допускает и фактические ошибки, и ошибки в трактовках. То есть я вполне могу представить, что Докинз, как специалист, просто вырвал цитаты из контекста. Также я, скорее всего, подразумеваю, что вот эти вот Сака, или вот эти чуваки, они тоже вырвали их из контекста. Потому что, ну, они, они, короче, в другом дискурсе обитают, и здесь всё с ними понятно. Здесь мне вспоминается характеристика, которую дал в своё время Питер Медовар одной из разновидностей стиля французских интеллектуалов. Отметьте, кстати. Какой контраст даёт собственная простая изящная проза Медовара? Медовар, блин. Стиль стал предметом первой необходимости, и какой стиль? По-моему, он напоминает самодовольную, норменную поступь, исполненную чванство, действительно высокий стиль. Но похожий на балет с поминутными остановками в заученных позах, как бы в ожидании взрыва аплодисментов. Он самым прискорбным образом сказался на качестве современной мысли. Ну, почему же он сказался на качестве современной мысли? Ведь я бы, в принципе, заметил одно. Посмодернисты, вот те, которые были перечислены, это далеко не вся философия, и не то, чтобы вот эти вот постмодернисты, они отвечают даже за всю континентальную философию. Тут было бы, как бы, довольно неправильно путать, довольно неправильно было бы путать непосредственно постмодернизм и вообще всё остальное. Как будто бы постмодернизм вообще на всё повлиял, и все сейчас пишут, как постмодернисты. Цунадо пишет, претензия вырвалась с контекста, работает только в том случае, если цитирующий извращает позиции цитируемого. Извращает. Стоп. В смысле не извращает. Он просто показывает вам шизу сейчас, что вот-вот-вот у этого человека есть какой-то неудобоваримый кусок текста. Он не рассказывает нам про всю позицию авторов досконально, Цунадо. Он там не рассказывает, что Жильделёс и Феликс Гватари работали над шизоанализом. В шизоанализе у них там есть разные, я на самом деле запомнил только хаоидные элементы у них там присутствуют. Они работают, как там производится вот эта вот шизофрения, там заводы у них вот эти вот ментальные, они описываются. Он не описывает также тексты Бодрияра, не описывает концепцию симулякра, что такое симулякра, что такое симуляция, какие порядки симулякров и симуляций бывают. То есть, понимаете? То есть, понимаете, он ничего не рассказывает. Чувак просто взял и вырезал худшие куски из текстов. Всё! Всё, понимаете? Вы можете взять любую книгу вот этих вот ребят, прочитать её. Да, вы найдёте там некоторые такие абзацы странные, но с другой стороны вы найдёте там и некую концепцию, позицию, определённую совокупность осмысленных высказываний, которые вы можете воспринять. То есть, Сунады, это не извращение по-вашему? По-моему, это самая высшая степень извращения, которую можно себе только представить. Он просто взял и вытащил какой-то бред. Это то же самое, если бы Докинс, пьяный там под наркотиками, когда-нибудь в 15 лет, допустим, написал бы какое-нибудь письмо кому-то. И в этом письме всё было бы смешано, непонятно и очень неприятно, да? И мы бы взяли и начали это письмо, мы бы это письмо добыли, начали бы его печатать и говорить, смотрите, как пишет великий учёный, современный популяризатор науки Ричард Докинс. Вы посмотрите. Ну вы посмотрите, какой бред пишет Ричард Докинс. А Докинс это под наркотиками писал, и он вообще не отвечает за то, что сейчас написано. Не исключено, кстати, что ребята из постмодернистов не писали это под наркотиками. А-а-а. Ладно, шутка. Ну, даже не совсем шутка. Даже не совсем шутка, потому что это буквально практически так и происходит. Ну да, только у этих ребят. Единственное отличие, что они вот эти вот отрывки, которые они, может быть, под наркотиками писали, или где-нибудь ещё. Ну то есть... Помещать её в философскую книжку свою не самое лучшее решение, на мой взгляд, конечно же. Но они поместили, да. Да, да, действительно. Согласен, Цунадо. Именно поэтому проблема. Посвящать несколько листов книги на какого-то рандомного философа, цитату которого ты используешь в качестве примера неудобоваримого текста, как минимум странно, именно. Тем более частный пример ничего не доказывает, частный пример всегда вероятностный. Мы можем провести такую выборку, в рамках которой любой человек окажется мудаком. Мы можем просто начать взять и выбирать у человека неправильное там поведение, какое-то нелогичное, неправильное поведение. Ну, например, Ричард Докинс приходит выбирать себе домашнее животное. И он такой говорит, «Ой, боже мой! Я люблю котиков!» Всё, просто котиков. Без доказательств, без аргументации, без всего. И мы, короче, это видим, записываем и говорим, «Смотрите, Ричард Докинс, он, короче, нерационально выбрал себе животное, он просто котика хочет. Просто хочет котика. Чувак просто котика хочет. Какой же он дурак? Какой рационализм? Какая логика вообще? Что здесь происходит? Бред, 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 понимаете? Ну, вот так работает неправильная индукция, когда вы выдаёте частные случаи за общее правило. И в данном случае автор выдаёт частные случаи, да, действительно, частные случаи, внутри текста, там есть проблемы в тексте такие. Есть целые абзацы, а под конец их ещё больше обычно становится, что ты там вообще читаешь и уплываешь просто куда-то вдаль. Я, кстати, поэтому постмодернистов и не читаю. Я поэтому постмодернистов вообще не читаю. Ну, потому что они в конце концов под конец книжки скатываются вот в такое вот, и такого вот много становится. Но на самом деле, на самом деле у них есть чёткая позиция у многих. У них есть определённые разработки, которые они делали. Некоторые разработки важны и интересны. Да и в целом постмодернистическая позиция о том, что, ну, логика не работает, всё это чепуха, рационализм, это чушь, да, меня в принципе устраивает. Ну, по сути, если не считать того, что я скептик, я такую же позицию отстаиваю, если что. Ну, я не постмодернист, я скептик, но я её отстаиваю. Она довольно нормальная. Какая позиция, ты чё, это всё ирония пишет Джон Дой. Ну, да, это всё ирония вообще, без исключения, конечно. Симулякры, симуляции, вот эти вот все, резомы, это всё просто по приколу они придумали, чисто пофармить бабло, видимо. Возвращаясь к тому же предмету, медовар, медовар говорит, бля, мёд варит, чувак, неплохо, наверное. Я мог бы привести свидетельство того, что началась целая кампания по дискредитации ясности изложения. Один из авторов, писавших о структурализме в Times Literary Supplement, высказывал идею, что мысли, сбивчивые и запутанные по причине их глубины, лучше всего выражать преднамеренно неясной прозой. Какой нелепый вздор. Мне вспоминается один уполномоченный по гражданской обороне в Оксфорде во время войны, который, когда яркая луна, казалось, сводила на нет все усилия по светомаскировке. Уговаривал нас носить темные очки. Но он-то говорил это не всерьез. Окей. Ну, в философии нередко встречается неясность изложения. Прошу прощения, бывает. Ну, сорян. От автора к автору зависит, колеблется. Ну, что поделать? У Гегеля бывает неясность изложения. Иногда трудно понять, что он имеет в виду. У Канта... Ну, у Канта понятнее все, надо просто разбирать, что он пишет. Но все равно, если вы вне контекста будете читать отрывки произведений Канта, вы ничего не поймете. Да даже если вы начнете научные тексты читать вне контекста, вы ничего не поймете. Какого представителя континентальной философии могу посоветовать? Да никакого. Никакого представителя современной философии я обычно не советую. Цунадо, если что. Ну, Салтердаки современных неплохой гусар, Хайдеггер, там, не знаю, гусарля круто читать, например. Гусарль интересный, но... И так далее, так далее, так далее. То есть, постструктурализм отчасти можно захватить. Я не континентальный мыслитель, я вне... Я вне... Я межпланетарный мыслитель, я не знаю, галактический, вселенский. Я не какой-то там континентальный мыслитель, я ни на какой-то там континенте там, ни какой традиции не придерживаюсь. В смысле, то же самое, ни одного, кроме Хайдеггера. Что? Что? Хайдеггер, кстати, по-моему, вторичен по отношению к гусарлю, и гусарля читать лучше первичнее. Это отрывок из лекции Медовара «Наука и литература» 1968 года, впоследствии напечатанной в книге «Республика Плутона» «Медовар-Р» «Флатос Репаблик Оксфорд» «Оксфорд Юниверсити Пресс» 1982. С тех времен кампания по дискредитации развернулась с новой силой. Да, дискредитация, ясность и мышление это какой-то ужас. Делес и Гваттери совместный каждый сам по себе написали книги, которые знаменитый Мишель Фуку относил к величайшим из великих. Возможно, когда-нибудь нынешний век будет известен как век Делеза. Да, или век СПИДа. Однако, Сокол и Брикмун отмечают, что в этих текстах можно найти горстку понятных предложений, иногда банальных, иногда ошибочных, и некоторые из них мы прокомментировали в сносках. Что касается остального, то пусть читатели судят сами. Да нет, там много не просто... Ложные, ложные и неложные надо объяснять, то есть доказывать надо, что ложное предложение. Оценочное осуждение в духе это предложение является ложным, оно не работает как опровержение, потому что так можно сказать против любого предложения, но... Вся эта статья является ложной, все, опроверг. Я не буду разбирать эту статью, спасибо за 800 рублей, да, типа она является ложной. Не работает. Относительно прорывных идей они есть, там есть некоторые интересные дискурсные положения, например, разработка концепции деконструкции как таковой. Ну, деконструкция это может быть банальная идея, я не знаю, но Хайдеггер открыл деконструкцию в истории, философии. Потом Делес взял ее у Хайдеггера и распространил ее на всю философию в целом. Продуктивно или непродуктивно это? Джон Дайпиш, ну может быть в книге было про то, что конкретно ложное, может быть. Ну просто проблема заключается в том, проблема заключается в том, что это просто не так. Там реально есть хорошие интересные идеи, может быть они недостаточно доказаны, может там аргументации меньше, чем хотелось бы, а может вообще нет, да? Но при этом именно предложения понятные, их там много, если почитать внимательно и терминологию более-менее какую-то где-нибудь подучить философскую, да? Уже у вас будут бонусы в понимании, там не все понятно, даже для философов, если что. Я не предупреждаю вас заранее, что это тексты абсолютно понятные и легко вам всем дадутся, и вы с удовольствием их все как бы прочитаете. Не-не-не-не-не-не-не. Шадов ни в коем случае вас здесь не обманывает. Вы в определенный момент столкнетесь с тем, что целые абзацы будут состоять из слов, которые вроде бы вы в отдельности знаете, а как соединяются... Нет. Деконструкцией же вроде Дорида занимался, а не Делез. Бля... Ща... Ща... Я этих постмодернистов путаю. Что, Дорида? Серьезно? Серьезно перепутал? Бля... Да, я перепутал. Правильно. Правильно, Джон Дой. Пять пятерок вставлю, короче. Вы меня унизили сейчас на стриме. Я... Я, короче, преклоняюсь перед интеллектом Джона Дой и действительно Дорида. Дорида, конечно. Да. Моя ошибка. Спасибо, что поправили. Я серьезно ошибся. Это довольно жестко по отношению к читателям. Несомненно, существуют мысли столь глубокие, что большинству из нас не понять языка, на котором они выражены. Несомненно, также, что существует язык, созданный специально для того, чтобы скрывать отсутствие достойной мысли. Ну, не знаю. Вот это несомненно. Ну, это просто не является несомненным, как бы. Может быть, и не существует. Если... Ну, то есть, для этого должны быть люди, которые специально занимаются такой деятельностью и признают это желательно, чтобы мы могли это, как бы, верифицировать. Но как отличить одно от другого? Что, если лишь наметанный глаз эксперта может определить, голый или король? В частности, как узнать, действительно ли глубокомодная французская философия последователей и сторонники, которые уже заняли обширные области в американской университетской среде? Или же это пустые разглагольствования жуликов и шарлатанов? Ну вот, да, у нас там философия была, тут Сокал и Брикман преподают физику в Нью-Йоркском университете, то есть, они не специалисты в соответственном, да? Ну, то есть, интересно. О, то есть, они ограничились критикой тех книг, в которых есть отсылки к концепциям физики и математики. Браво! Ну, все, пока, ну, можно дальше не читать, ну, серьезно, все, конец, ну, похуй вообще, вообще плевать, вообще нафиг, можно даже дальше не смотреть уже, даже вот эту книгу Сокала там и Брикмана, ну, то есть, короче, постмодернисты ошибались в математике и физике. Они знают, о чем говорят, их вердикт однозначен. Это относится, например, к Жаку Локану, которого чтут многие сотрудники гуманитарных отделений всех американских и британских университетов, несомненно, отчасти потому, что он прикидывается, что разбирается в математике. Круто. Так вот, у меня главный вопрос. А кому принадлежит атом? А чей атом, ребят? Он в физике принадлежит или философии? Чей атом? Ответьте мне. Наш? Наш или ваш? Наш или ихний атом? Чей атом, короче, расскажите мне. А кому математика принадлежит? Философам, которые ее изобрели? Или, соответственно, может быть, физикам, которые ее сейчас используют? Чья математика? Просто расскажите мне, почему мы не можем там как-то образы... Атом наш, да, атом наш, типа, как Крым. Почему мы не можем какие-то образы из математики брать и с ними работать? Я просто не понимаю здесь в данном случае по какой причине мы так делаем. Для меня это абсолютная тайна. Прикидывается, что разбирается в математике, потому что использует математические слова, которые на самом деле намного древнее, чем современная математика. Ну ладно. Хотя Лакон использует много ключевых слов из математической теории компактности, он произвольно смешивает их с менее всего озабоченных значением. Его определение компактности не просто неверно. Оно вообще лишено всякого смысла. Офигенно. Его определение компактности не просто неверно, оно вообще лишено всякого смысла. Это откуда мы взяли? Это дать... Стоп, но... Так, здесь оценочное осуждение как бы. Стоп. Это предложение лишено всякого смысла. Но не просто неверно, оно лишено всякого смысла. Во, во, все, я опроверг. Что, работает? Я опроверг уже статью? Стоп. У меня получилось, да? Нет? Нет, наверное, нет все-таки. Приветствую, жрец, приветствую. Я, кстати, прокачался. Прокачался. Я, короче, я понял, как качаться в оверлорде. Там, там на... Все, у меня прокачаны даже миньоны все на полную. Как бы, они очень жирные теперь. Миньоны сильные. Все, все миньоны сильные. У меня оружие прокачано, супер перчатка, супер шлем на голове. На меч денег не хватило. Я еще и персонажей набрал. Сегодня мы проходим босса минут за 20 с первого раза. Я уверен почти. Меня никто не убьет теперь. Я не думаю, что меня кто-то убьет в таком состоянии. Так вот, поехали дальше. Вслед за этим они цитируют следующий примечательный образец рассуждений Лакона. Это говно я читать не буду. Откуда вытекает следующая формула, если подсчитать это значение в используемой нами алгебре? С, означающий С, означаемое равно С высказывание. Где С равно минус один мы имеем. С равно квадратный корень минус один. Да, и дальше поехали. У нас прекрасные высказывания. Не нужно даже быть математиком, чтобы понять. Это смехотворно. Здесь вспоминается персонаж Олдаса Хакслет, который доказывал существование Бога, разделив некое число на ноль и получив бесконечность. В своих дальнейших рассуждениях вполне типичных для этого жанра Лакон приходит к выводу, что наш эректильный орган Да, наш эректильный орган можно приравнять к корню из минус одного. Ну, окей. Можно приравнять квадратный корень минус одному более высоко произведенного значения квадратный корень минус одному наслаждения, которое он восстанавливает посредством коэффициента своего высказывания функции нехватки означающего минус один. А чё нельзя? У нас формальная система. У нас есть там А. А равно эректильный орган. А можно приравнять к Б. Ба, Б это корень из минус одного. У нас формальная система. Чё хочу, к чему и приравниваю. Всё. Ну. Вообще плевать. Чтобы убедиться, что автор этого обманщик, необязательно профессионально разбираться в математике, как Сокол и Брикман. Да никакой математики не существует, чуваки. Как можно разбираться в математике, если математики нет? Если математика это воображение наше, мы там напридумывали себе числа, формальная система и всё. Тут всё предельно просто. Ладно. Не нужно разбираться в математике. А как мне вообще разбираться-то? Быть может, он честно рассуждает о предметах, не связанных с естественными науками. Не знаю, но философ, пойманный на приравнивании эректильного органа к квадратному корню из минус единицы, по-моему, не вызывает никакого доверия и тогда, когда речь заходит о вещах, в которых я совсем не разбираюсь. Так. А теперь, наверное, уместно вспомнить теорию Фрейда. По Фрейду сексуальная жизнь, она, в принципе, тесно завязана на жизни нашего бессознательного. То есть, всякие болезни, заболевания, согласно психологической теории Фрейда, напоминаю, Лакан, он как бы считается психоаналитиком и учеником Фрейда и в основном он восстанавливал учения Фрейда, по сути, да? Соответственно, Соответственно, Фрейд пытался описать мир сновидений, например, наших и много-много чего, как и мир определенных символов, в которых какие-нибудь предметы полости, вот такие предметы полости, дома, это, например, они символизируют женские половые органы, типа влагалища, да? А всякие продольные предметы, вот, типа, вот таких символизируют, для нас символизируют не в космосе, не в каком-нибудь, не в бытие, не в мире, не вот, не вокруг нас, да? То есть, вот эта ручка, она не буквально пенис, короче, но она, если она нам приснится, если там к вам пришел человек с большой ручкой, да, вы пишете, вам снится сон, вам снится сон, и вам во сне приснился человек с большой-большой вытянутой ручкой. А Фрейд это будет потом разворачивать так, как будто бы, ну, вам приснилось, как будто бы вам пришел человек, намекающий вам вот непосредственно на вот эту эректильную функцию пениса стоящего, вот она, да, соответственно. Причем, почему это не безумно? Почему это не безумно? Почему это даже с биологией более-менее связано было лет сто назад, наверное, в принципе точно, да? Ну, потому что человек это биологическое существо, секс это биологическое, как бы тоже вещь. При этом всем на протяжении долгого развития нашей культуры христианство подавляло разного рода сексуальные практики и вообще сексуальность подавляла. И поэтому оно привело к большому количеству неврозов, получается. И эти неврозы, вообще вся сексуальная сфера автоматически отошла в сферу бессознательного, понимаете? И поэтому у вас там в голове пенисы, вагины, там анусы летают, оральные функции, там еще что-то такое и так далее, так далее, так далее. То есть, понимаете, это, ну, не то чтобы очень нормальное и тривиальное, но все-таки психологическая теория своего времени, которая имела место и которая оказала большое влияние на развитие человечества, культуры, и она в целом просто нормальная. то есть, здесь Лакан не претендует на то, что корень из одного буквально хуй, короче. Вот-вот про просто нет. Здесь не нужно быть семью-пятью во лбу, не надо быть гением, не надо быть каким-то титаном великим, мыслителем, да, чтобы вот не понять, что непосредственно здесь не член имеется в виду, буквально. Достаточно даже просто Фрейда прочитать, но чтобы узнать, о чем там Фрейд рассуждал, там просто сфера сексуальности очень неплохо раскрывается, очень подробно, очень много, очень сильно. Ладно, поехали дальше. Еще один философ, которому Сокол и Брекмон посвятили целую главу, феминистка Люс Ирегорий. Пассажи, напоминающим известное феминистское описание труда Ньютона, математические начала натуральной философии, определяемого как руководство насильника Ирегория, утверждает, что уравнение Е равно МС в квадрате это сексийское уравнение. Почему? Вопрос, да? Потому что оно ставит скорость света в привилегированное положение по отношению к другим скоростям, в которых мы жизненно заинтересованы. Потому что оно ставит скорость света в привилегированное положение по отношению к другим. Ну, я не знаю, что это за тетка, ее защищать не буду, никогда не считал, похожа на хуйню, да. Столь же типичен для обсуждаемой философской школы тезис Ирегория о механике жидкостей. Наука, видите ли, несправедливо пренебрегала жидкостями. В смысле пренебрегала? Не понимаю. Вот этого я не понимаю, почему пренебрегала. Мужская физика ставит в привилегированное положение жесткие, твердые вещи. Да. Американская толковательница этого философа Кэтрин Хайлес имела неосторожность пересказать ее мысли сравнительно понятным языком. Входит в веке мы можем без особых помех рассмотреть короля, который в самом деле оказывается голым. Так, следующий вопрос. Ну, тетка решила рассуждать в теме, в которой она не разбирается. Следующий вопрос. А действительно ли, что она не разбирается во всех областях? По-моему, нет. Не обязательно. То есть, одни люди разбираются в одних областях, другие люди разбираются в третьих там областях и так далее, так далее, так далее. То есть, вполне возможно, может быть, она там в социологии какой-нибудь шарит. Вот тут действительно наговорила немного странные вещи, образные вещи, социологические вещи, наверное, это, видимо, социологически следует воспринимать. То есть, наверное, следует воспринимать не напрямую, что это как-то сексистские, именно образы сексистские, да, типа, твердая, твердая, типа, стояк мужской и жидкая, как, короче, женщина. да, 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 понятно, ладно. Ну, то есть, здесь, опять же, скорее всего, все переводится именно в гуманитарный, в гуманитарный аспект, и гуманитарный аспект, в принципе, он может себе позволить такие высказывания, то есть, допустим, физика твердого тела это мужское, физика там мягкого тела, физика там жидкости, это женское, допустим. Почему? Потому что культура так закрепила, допустим, да, и, соответственно, по какой-то причине оказалось, что мужское доминировало над женскими, и она здесь это фиксирует. Ну, в каком-то смысле, может быть, это и можно как-то употребить, то есть, понимаете, тут вопрос, какая у нее аргументация к этому, насколько подкрепленная позиция, насколько такой дискурс имеет место вообще, насколько он значим, и что из этого дискурса, что самое главное, выводится. А вот и ее цитата. Привилегированное положение механики твердых тел по отношению к механике жидкостей и, более того, полную неспособность науки разобраться в турбулентных потоках она связывает с ассоциацией жидкостей женского начала. В то время как у мужчин есть половой орган, который выдается и становится твердым, у женщин есть отверстие, из которого вытекают менструальная кровь и вагинальная жидкость. В этом ракурсе неудивительно, что наука не смогла выработать успешную модель турбулентности. Проблема турбулентных потоков не может быть решена, потому что концепции жидкостей и женщин были сформулированы так, чтобы что-то неизбежно оставалось невысказанным. Ну, довольно смелое предположение, если что. Действительно, довольно смелое и странное и непонятное. Тут можно согласиться. Не нужно быть физиком, чтобы увидеть абсурдность подобных аргументов, тон которых нам слишком хорошо знаком, но приятно, что у нас есть сокол и брикмон, которые могут объяснить истинную причину того, что турбулентные потоки остаются сложной проблемой уравнения навьи. Стокса трудный для решения. То есть она даже не наврала. То есть, стоп, она нас даже не обманула, это действительно турбулентные потоки, это сложная проблема. Классно. Ну, то есть она, значит, еще и не обосралась, видимо. Представляете себе? Не, ну, на самом деле, культурологически, политически, социально мы можем объяснять возникновение науки не из того, что мы стремимся к абсолютному истинному там, знанию или так далее, и так далее, и прочие наивные объяснения, да, сказочные брать. Мы можем пытаться объяснять науку социологически. Наука как часть социума. Наука как часть общества. И на науку, соответственно, если мы смотрим на науке как на социологическое, социальное явление, мы имеем полное право предъявлять к этим наукам социальные критерии. Очевидно, да? Значит, ну, все данные, которые в науке получаются, они были в том числе зависимы от общества, которое вот эту науку двигало, соответственно. Неожиданно, да, вдруг оказывается такой сюрприз. Соответственно, все выводы всех наук зависимы от социума, в котором эти науки как бы существуют. Довольно просто. Довольно просто. И здесь имеет место социология разделения мужчин и женщин, да. Социологическая теория, в рамках которой разделение на мужское и женское является фундаментальным. И в данном случае, скорее всего, это только маленький аспект этой большой теории. Заметьте, маленький аспект большой теории, да. Маленький, 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 большой, большой, большой. Неудивительно, 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 что в каких-то областях некоторые люди, в том числе физики, биологи, математики, философы, естествоиспытатели, общество, социологи, да, могут быть, ну, либо, говорит, странные вещи, слабые, непонятные, недоформулированные, недоказанные, сформулированные довольно криво, слабо, да. Ну, не может быть такого человека, который досконально проработал всю свою концепцию и все. И все как бы. то есть, то есть, один, нельзя как бы заставлять одного человека прорабатывать свою концепцию на уровне, например, всей научной системы. Это невозможно. Это просто невозможное требование давать такое, да. То есть, скорее всего, это опять вырвано из контекста и где-то там это слабый набор высказываний. Я, кстати, уверен, если взять у меня книжки, мои, мои книжки, например, «Критика научного познания». Мне тогда было лет вроде 18-19, когда я ее писал, 19 лет. Я еще не то, чтобы был большим знатоком наук. Сейчас я уже больше являюсь знатоком наук, с методологией больше шарю. Сейчас мой подход к опровержению науки более четкий, да. Но, но, но. Эта книжка исторически, она висит все еще в списках вот литературы моих. Она выложена в общий доступ. Там есть как хорошие аргументы, так и плохие аргументы. Они просто исторически сохранились. Понимаете, в чем дело? И человек, который делает вот так вот, он просто может вырезать плохие аргументы. Вот так вот. Жух! Вырезать плохие аргументы оттуда. И сказать, какой же Шадов идиот, то есть проигнорировав все последние десять лет моего развития, десять лет отбора аргументов, где я, например, спорил с другими людьми, где я отбирал лучшие аргументы и усовершенствовал их и выбрасывал менее хорошие аргументы и так далее, так далее, так далее, да. Проигнорировав всю историю развития моей критики науки, человек может просто взять из книжки рандомно вытащить цитаты неудачные. Там, например, будет написано что-то в духе ученые верят в то, что там, я не знаю, гравитация существует и гравитация это какая-то невидимая сила настоящая, которая все время на все действует. Прямо вот так может быть сформулировано, что они реально в это верят. я тогда не особо знал, что ученые в принципе, что ученые в принципе, да, сейчас у них проблема с гравитацией стоит. Ну и откуда я мог это знать, по крайней мере, да, и откуда я мог это знать в 19 лет, что проблема с гравитацией у ученых стоит до сих пор и это чистый вопрос. Ну я за, я за Меган, еще над ним поугарать можно. Так. Не-не-не, все надо, это не про это было. Я просто вообще говорю, что потенциально так можно сделать. Сходным образом Сокол и Брекмон показывают, что Бруно Латур путает относительность с релятивизмом, разоблачают науку постмодерна Леотара, а также широко распространенные и вполне предсказуемые и неоправданные отсылки к теореме Гиделя квантовой теории и теории хаоса. Ну то есть, смотрите, то, что мы видим, мы видим херню опять же. Нам какие-то великие ученые несут полную чепуху, то есть, они вроде говорят, что надо быть понятными, хорошими, крутыми, но они не показывают, как быть умными, хорошими, крутыми, логичными, замечательными. Вместо этого они просто выдирают цитаты из контекста. Клайв. Прославленный Жан Бодрияр, один из многих, кто находит теорию хаоса удобным инструментом, чтобы одурачить читателей. И вновь Сокол и Брекмон помогают нам, анализируя трюки. Следующее предложение, хотя и построено при помощи научной терминологии, с научной точки зрения лишено всякого смысла. А какая у науки точка зрения, расскажите мне, пожалуйста. Я просто никогда не слышал, что такое научная точка зрения. Может быть, следует историю рассматривать как хаотическое образование, где ускорение кладет конец линейности, где турбулентности, вызванные ускорением, окончательно отдаляет историю от ее конца, точно так же, как они отдаляют следствие от их причин. Может быть, следует историю рассматривать как хаотическое образование, где ускорение кладет конец. Круто. Вот я это предложение понял. Ну, оно красивое. Несмотря на всю его нестандартность, оно красивое. Оно хорошо звучит. Ну, то есть, оно звучит хорошо, оно понятное. Турбулентность, вскорение, отдаление истории от ее конца, отдаляют следствие от наших причин. Все понятно. Тут вообще все понятно. Я вообще не понимаю, к чему докопаться можно. Тяжело, когда вы идиоты, и вам приходится читать философию. Я не буду цитировать дальше, поскольку, как говорят Сокол и Брикмон, текст Бодрияра продолжается постепенно нарастающей бессмысленностью. И вновь они обращают наше внимание на высокую плотность научных и псевдонаучных слов, вставленных в предложениях, которые, насколько мы можем судить, совершенно лишены смысла. Их вывод о Бодрияре был бы справедлив в отношении любого другого из критикуемых здесь и прославляемых по всей Америке авторов. Так, видите, тут, видите, научных и псевдонаучных слов. Давайте смотреть, сколько здесь философских слов. Так, давайте смотреть. Бессмысленность. Проблема осмысленности и бессмысленности, очевидно, является философской. Вот оно. Нельзя использовать слово бессмысленность. Сокол и Брикмон взяли и использовали философское слово бессмысленность. Пошли нахер, мудаки. Не разрешаю. Философы не разрешают. Всё. Вообще, слово наука тоже философское, короче. Короче, мы изобрели... философы изобрели науку в общем ребят сорян тоже философское слово забираем критикуем критика тоже философское слово философском дискурсе используется в научном не то чтобы используется никто критику не изучает как бы да вот философском дискурсе использовалась раньше философские слова не разрешаю использовать вот там были научные слова они используются. Видимо, есть какие-то научные слова. Научные слова. Какие научные слова здесь, кстати? Ускорение. Хаотическое. То есть, слово хаос, это вообще, как теория хаоса, имеет какое-то отношение? Я пока не понял из-за данного контекста. Просто хаотическое, хаотическое. Историю следует рассматривать как хаотическое образование. Что здесь, блядь, научного? Слово космос и хаос греческие. Ну, порядок, беспорядок, я не знаю. Лол. Лол. Лол, лол, лол. Ну, это же, это же лол, как бы. У слова хаотическое несколько значений. Лол. Линейности. Слово линейность тоже может научное. Либо ускорение научное. Опять ускорение. У слова турбулентности, наверное, редко используется вне науки, так скажем. То есть, буквально, единственное слово в этом предложении, которое является чисто научным. Спасибо, доброе имя. Спасибо, доброе имя. Еще стих ваш скоро читать будем. Единственное слово, которое претендует на... Ого, три минуты. Единственное слово, которое претендует здесь на такую более-менее специальную научность, это турбулентность. Это к вопросу о том, насколько статья хороша. Ну, или либо это все слова научные, но тогда давайте смотреть здесь это... Все слова тогда философские. Ну, исходно, да? Потому что философия была раньше науки, философия ввела разные слова, как термины раньше науки. Слово атом это философское слово, слово вещество это философское слово. Я забираю слово вещество у химиков. Химики, вы больше не имеете права использовать слово вещество. Физики и химики, вы не имеете права использовать слово атом. Кстати, слово жизнь в биологии вы тоже не имеете права использовать. Оно тоже философское. Я его забираю обратно. Я забираю себе эти слова назад. Кринжово звучит, да? Безумно звучит. Звучит абсолютно безумно. Это настолько же безумно на самом деле. Ну, вот-вот абсолютно. Так, да не, ну просто забавно какие-то Какая-то странная дичь. Вот, дальше продолжаем Бодриярчика читать. Подводя итог, в работах Бодрияра можно найти большое число научных терминов, которые использованы совершенно без внимания к их значениям и, более того, помещены в явно неподходящий им контекст. Воспринимаются ли они как метафоры или нет, едва ли они могут сыграть какую-то роль, кроме придания видимости глубины банальным рассуждениям о социологии и истории. Кроме того, научная терминология смешивается со столь же небрежно используемой и ненаучной терминологией. В конечном счете, возникает вопрос, что останется от идей Бодрияра, если стереть весь покрывающий их словесный глянец. Забавно, что тут еще как бы человек обосрался, когда это переводил, или не переводил, когда это писал, потому что здесь все понятно. Слово турбулентности только, наверное, оно здесь может быть лишнее. Так что вот. Давайте дальше. Но разве постмодернисты не утверждают, что они лишь играют в игры? Одни да, другие нет. Разве вся суть их философии не стоит в том, что все приходящее не существует абсолютно истины, любой текст имеет такой же статус, как и любой другой, ни одна из точек зрения не имеет привилегированного положения. Да опять же не все, тут все в контексте надо высматривать. Не все эти люди из перечисленных вообще назывались апостмодернистами. Учитывая их собственные критерии относительно истины, разве не несправедливо отчитывать их за баловство с игрой слов и шуточки с читателями? О! Супер аргумент, давайте. Возможно, но тогда возникает вопрос, почему их писания так невыносимо скучны? Возможно, скучно, блядь! Мне было скучно, когда я читал. Скучно! Скучно! Скучно, блядь! Скучно! Сергей пишет, но когда дело доходит до термина скептицизма, то все у нас есть одно единственное верное определение и сразу расстрел после шага влево и вправо. Ну, я бы вам так сказал, просто все другие термины скептицизма, они не изначально. Я вообще сторонник изначальных терминов. То есть, если мы понимаем слово атом в качестве неделимого какого-то основания мира, неделимой материи, неделимого кусочка материи, то мы должны сохранять это значение. То есть, если мы говорим, что вот эта штука является атомом, а потом она оказывается не атомом, значит, мы ошиблись, короче. Значит, это была ошибка, мы неправильно думали. Как только мы смогли разделить атом, это была большая ошибка внутри науки, проще говоря, понимаете? Если мы не будем подменять термины. Ученые просто взяли, ну, мы подменим термин. Мы называли эту штуку атомом, короче. Мы ее так и продолжим называть, просто теперь оказывается, что они делимые. Уииии! Вот так вот получилось. Да, статья, кстати, тоже скучная, если что. Статья скучная. И опять же, если мы будем говорить про изначальность терминов, наука проигрывает, наука позднее образование, ну и большая часть терминов вообще она изменялась, и сейчас у нас новые научные термины, да. То есть если мы будем вглядываться в историю, то время, пространство, современное понимание времени и пространства, они вообще возникли лет сто назад. Как-то так. То тут получается вообще как-то не очень круто. Разве игры не должны быть по крайней мере занимательными, а не надутыми, торжественными и претенциозными? Что еще? То еще важнее, если они только развлекаются шутками, почему тогда они поднимают такой страшный вой, когда кто-то решает пошутить над ними самими? Какой же вой? Что-то я не понял, что за вой. У истоков книги «Интеллектуальной уловки» лежит устроенный Алланом Соколом блистательный розыгрыш, феноменальный успех которого вовсе не был встречен радостным смехом, на который, казалось бы, можно было рассчитывать со стороны тех, кто поднаторел в деконструктивных играх. Очевидно, когда вы сами попадаете во влиятельные круги, вам уже не смешно, когда по чьей-то винилу лопается ваш мыльный пузырь? Эх, если бы мыльный пузырь все-таки лопнул. Ну, то есть, если бы это реально была, да, реально блистательная, феноменальная, офигенная книжка, вообще блистательный розыгрыш, если бы это было бы действительно так. Если бы мы встретились не с двумя идиотами, которые не понимают, что они прочитали, но это, конечно, было бы весело. Причем, понимаете, они идиоты именно вот в философии, получается, да, вот даже в постмодернизме, просто идиоты в постмодернизме. Может, по своим специальностям это действительно умные и глубокие люди, хорошие физики, математики, и просто руку этим уважаемым людям по их специальности можно пожать. Но, к сожалению, мы здесь не увидели ничего большего, чем профанизм тотальный, тотальное профанство Докинза, Сокала и третьего вот этого мужчину, не запомнил, как его зовут, к сожалению. Ну вот то, как они это даже сделали, ну это как бы куром насмерть, берем любой научный текст. А, сейчас, учебник по физике давайте я возьму. Почему покороче и нет? Почему покороче и нет? Сейчас возьмем... А, учебник по механике, вот. Механика, смотрите. Смотрите, что у меня есть, смотрите, что у меня есть, ребят. Учебник по механике непосредственно, смотрите. Китель Найт Рудерман. Открываем на рандомной странице. На другой рандомной, сильно понятно, да? Предположим теперь, что частица и какое-нибудь тело находятся не в межгалотическом пространстве, а на высоте h от поверхности Земли. Когда на это тело действует по направлению к Земле сила Fg равно минус mg маленькая, тогда действием этой силы тело падает по направлению к поверхности Земли. Работа, совершаемой силой тяжести, равна превращению кинетической энергии тела. Нихуя непонятно, короче. Лившица, Ландау Лившица читал. Да. Ну, то есть какие-то h, g, f, ничего не прояснено. То есть, ну, что за f, что за m, что за g? Ну, я из школы это, конечно, знаю. Я из школы это, конечно, знаю. Но. Но я просто открыл рандомный сейчас абзац. И вне контекста того, что я должен был это выучить в школе. Но ничего не понятно. Что за частица? Где определение частицы? Поверхность Земли? Где она там, не знаю, совершаемая сила? Силы тяжести. Что за сила тяжести? Здесь нет определения силы тяжести в этом абзаце. Как она, блядь? Бред какой-то написан, наукоподобный. Вообще не понимаю. Это еще и скучно. Мне еще и скучно, короче. Мне скучно, я ничего не понял в этом абзаце. Как, как, блядь? Как? Как эти физики пишут книги? Какие они тупые! Какие тупые физики! Пиздец просто. Теперь предположим, что стержень вращается вокруг оси Х с угловой скоростью омега. Найдем компоненты вектора G. Что? Что это вообще такое? Что за вектор G? Что за компоненты, блядь? Какая угловая скорость? Ничего не раскрыто в данном абзаце. Бред! Бред собачий! Бред! Ну, то есть, ну, критика буквально такая. Так, Сунадо, тут даже проблема не в том, что научпоперы не имеют никакого представления о философии, а дело в методе критики. Вот, открываем на рандомной странице. И поехали. Сложим теперь по члену эти три уравнения. Какие уравнения? Причем уравнения, они чуть-чуть выше находятся, да? Какие уравнения? Я не вижу уравнений. Какой бред? Какой мусор? Это бессмысленно, блядь, это бессмысленно, бессмысленно. Вообще, слово равенство, равенство, оно в философии возникло. Это не научное слово, это философское слово. Ученые не имеют права использовать слово равенство. Нельзя! Фу! Фу, ученые! Нельзя! Уйдите от слова равенство. Вот буквально такое опровержение, понимаете? Это уровень, конечно, это очень высокий уровень. Высочайший. Как теперь известно, в 1996 году Сокол отправил в американский журнал «Сошел Текст» статью, озаглавленную «Нарушая границы» к вопросу трансформативной герминевтики квантовой гравитации. Так. Давайте досюда. Статья от начала до конца была бессмыслицей пародии на меташатание постмодернистов. На этот розыгрыш Сокола вдохновила важная книга Пола Гросса и Нормана Левита «Высшее суеверие». Университетский левый их тяжба с естественными науками, которая получила широкую известность в Америке и заслуживает такой же известности в Британии. Соколу трудно было поверить в то, что он прочитал в этой книге, но он нашел по ссылкам цитируемую постмодернистскую литературу и убедился, что гроссы и левит ничуть не преувеличивают. Тогда он решил как-то с этим бороться. Ай, блядь, да как же всех заебали эти постмодернисты. Ну, то есть, у всех какой-то бугурт на постмодернистов. Серьезно. Тотальный бугурт. Давайте, короче, до конца. Как сказал Герри Камия, любому, кто провел много времени, продираясь сквозь лицемерные, полные жаргона-обскурантийские словаизлияния, которые признаются теперь в гуманитарных науках за передовые идеи, было ясно, что рано или поздно это должно было случиться. Какой-нибудь толковый ученый, вооруженный не такими уж секретными паролями, герминевтика, трансгрессивный, локановский. Гегемония, вот лишь немногий из них, должен был написать насквозь фальшивую статью и успешно опубликовать ее в одном из новомодных журналов. В работе Сокола есть все нужные слова. В ней цитируются все лучшие авторы. В ней бечутся грешники, белые мужчины, реальный мир, восхваляются праведники, женщины, обобщенные метафизические бредни. И она представляет собой полнейшую, чистейшую чушь, факт. Почему-то ускользнувшие от внимания почтенных редакторов журнала, сошел текст, который теперь должно быть, испытывает то отвратительное чувство, что поразило троянцев на следующее утро после того, как они вкатили в свой город прекрасного дарюного коня. Короче, что, давайте я, я как доктор, там не знаю, физических наук, напишу абсолютно рандомный текст по экспериментам, которые никогда не проводились. И отправлю их в какой-нибудь физический вуз. Что думаете? Возьмут, возьмут, скорее всего. Я никогда не проводил эксперимент, я просто врать буду. Я просто составлю статью по всем правилам, формальным, но и неформальным. Здесь просто было описано, мы соблюли все правила, но я считаю, что это статья чушь, как бы, да, типа. Но я тоже могу сказать, что это физическая статья чушь, 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 любая статья чушь. И отправить ее, возможно, возьмут даже, что бы нет. Сунады пишет. Такое же представление на философию Усапольский, Крауса и Докинза. Это следствие узконаправленного американского образования или как? Какие-то карикатурные образы в их умах? Ну, это скорее следствие именно естественного образования, ну, или технического естественного образования. То есть, вообще все люди, которые не получают образование, оно всегда узконаправленное. Ну, и, соответственно, люди с образованием физиков, шизиков, физиков, химиков, биологов, ничего не понимают философии обычно. Они над ней насмехаются и большего у них, как бы, вот, им не дано. Но они сделали, типа, по форме статью, похожую на ту, какая она должна быть. Просто у них оценочные понятия, обобщенные метафизические бредни, женщины, и это все чушь почему-то. Надо еще статью прочитать, реально ли это чушь или не чушь, потому что, может быть, она, в принципе, допустима. То есть, а почему бы, почему бы не допустить статью, почему бы не допустить статью такую, как и все остальные, например, в данном дискурсе? Просто она, да, она прошла формальные критерии, вроде бы, наверное, норм. Надо еще статью прочитать, реально ли она чушь, реально ли набор слов. Или автор сам, как бы, ну, это придумал только что. Статья Сокола, должно быть, показалась редактором настоящим подарком, потому что в ней физик говорил все те прогрессивные вещи, которые они хотели услышать. Нападал на постпросвещенческую гегемонию и такие тухлые идеи, как существование реального мира. Они не знали, что Сокол напичкал статью вопиющими научными ляпами, такими, что их немедленно заметил бы любой рецензент. Имеет он хотя бы степень бакалавра по физике. Прикольно, да, только, к сожалению, рецензенты, которые, скорее всего, в социал-текст рецензировали эту статью, даже бакалавра по физике не имели. Да, действительно. Гениальный, короче, эксперимент. 10 из 10. Но таким рецензентам статью не направляли. Редакторы Эндрю Рос и его коллеги удовлетворились тем, что идеология этой статьи согласовалась с их собственной, а кроме того, им, возможно, польстились ссылки на их собственные публикации. За эту бесславную редакторскую работу они по праву удостоились Шнобелевской премии по литературе за 1996 год. Пиздец, блядь. Не, ну, на месте, короче, Эндрю Роса и его коллег я бы просто отыскал сокал и пиздюлей ему надавал. Просто отпиздил бы этого физика до полусмерти, например. Прошу прощения. Но, серьезно, это просто глупость какая-то, которая, причем, на репутацию вашу может повлиять. Представляете? Какие-то дегенераты, какие-то дегенераты решили над вами подшутить, соответственно. Написали по форме статью, вы ее прочитали, она подходит по форме и соответствует ряду критериев. Тем более вы для того, чтобы соблюдать такую вот свободу дискурса, соответственно, соответственно, да, соответственно. Ну, нет, ну, серьезно, ну, а как еще бороться с такой глупостью? Бить людей просто надо в таком случае. Ну, если бы они отпиздили сокала в ответ, это был бы резонанс просто. Да, это было бы еще хуже для их репутации, но зато физики бы боялись потом такой чушью заниматься. И правильно бы сделали. Ну, нормально. Да нет, ну, серьезно, это просто, ну, как-то, это гнилое дело, по большей части. Ну, то есть, представьте, вы редактор журнала, вы сидите, пропускаете некоторые статьи. Многие статьи, они даже по форме не проходят к журналу, вообще не проходят по форме, да, пошли вон отсюда статьи. Некоторые более-менее подходят, некоторые не согласуются с теми ответами, которые ваша наука дает, допустим, социологическое. То есть, да, нет такого социологии, чтобы вот-то вот оно как-то с этим коррелировало. И от каких-то неизвестных людей нередко идет. И непосредственно вдруг вам поступает статья, в которой вроде бы все нормально. Но вы не все понимаете при этом, заметьте, вы не все при этом понимаете, скорее всего. Человеку свойственно, если он чего-то не понимает, сказать, мол, ну, ну и ладно, ну, окей, я не понял. Вот это я понял, вот это я понял, вот это показалось, что я понял, а вот это, ну, ну, оставим на совести автора, так скажем. Все, пропустили. А потом, Шнобелевская премия неожиданно, ты шарлатан, ты дурак, твоя наука говно, сдохни, 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 вот дурак, ха-ха-ха-ха-ха. Ну, то есть, здесь, здесь это даже описано так, как будто бы, ну, это просто пранк. Это такой стремный пранк, насколько только можно себе представить. Причем, Эндрю Рос на самом деле ничего не сделал. Ничего плохого, ничего сверх выходящего за рамки приличий. Он их даже не побил в итоге же. Ну, то есть, Эндрю Рос ничего плохого по данному рассказу не сотворил. То есть, он выполнил свою работу так, как и должен был это сделать. Ну, ну, я не знаю. Это то же самое, что там рассказать что-то там в духе, типа того, что мы насрали профессору там, не знаю, под парту. Он сел и весь говне провоняло. Ха-ха-ха-ха-ха, ха-ха-ха-ха-ха, ха-ха-ха-ха, господи, как смешно. А профессор работал, короче, каким-нибудь физиологом, который изучал, ну, не знаю, как, ну, запахи изучал, допустим, да. Изучал, как животные и люди запахи чувствуют. И не учуял говно под столом. Вот мы его обманули. Какой же специалист говно под столом не учуял? Все, опровергнут. Ну, то есть, ну, блин, очень-очень смешно. Все, серьезно, ну, просто понизили репутацию человека. Из-за того... Вот здесь реально описан тупой пранк. Тупой пранк. Причем оценочный пранк. Это реально оценочный пранк. Просто, ну, нам кажется, что наша статья не должна была пройти. Но мы написали ее по всем правилам. Офигенно. Несмотря на дурацкое положение, в которое они попали, и на декларируемый мифеминизм, эти редакторы играют роль самцов-доминантов в академическом мире. Вышеупомянутому Эндрю Росо с его постоянной ставкой хватает наглости говорить, например. Я рад избавиться от отделения английского языка. Начать из того, что я терпеть не могу литературу, а отделение английского языка обычно кишат людьми, которые ее обожают. Хочет и говорит его мнение. Вообще. Хочет и делает. Хватает ему и тупого самодовольства, чтобы начинать книгу об исследовании естественных наук словами. Эта книга посвящается всем преподавателям естественных наук, которых у меня никогда не было. Только без них она и могла быть написана. Классно, шикарно, забавное... забавное видение. Не, ну это ж полный кринж. Они серьезно устроили глупый пранк. Причем, я бы почитал на самом деле ту статью, о которой они говорят. Реально ли она такая абсурдная? И насколько специалист мог бы в ней, ну, собственно, принять ее за адекватную? Может быть, реально плохая рецензия прошла? Ну, то есть, может быть, никто не рецензировал даже. А может быть, наоборот. Может быть, просто хорошую статью, приемлемую статью написали, и потом жалуются, что ее вообще, в принципе, приняли в журнал научный. И Шнобелевскую премию еще дали. Смехотворно же. Он и подобные ему крупные исследователи культуры и наук. Отмутни какие-то безобидные чудаки из третисортных государственных колледжей. У многих из них есть постоянные профессорские ставки в лучших университетах Америки. Да-да-да, надо отобрать у них ставки, сделать их бомжами, потому что, короче, мы пранки любим здесь делать. А Джон Дуэй пишет, на Вики сказано, что в журнале по физике был похожий пранк, кстати. Браво. Причем, понимаете, похожие пранки, они обычно являются не пранками, просто ученые подделывают результаты экспериментов, или вообще не проводят эксперименты и выпускают статьи, потому что они просто должны выпускать статьи автоматически. В общем, представляете себе ситуацию, что в естественных науках возможна ситуация, при которой эксперимент вообще не ставится. Но делается как бы вид, что эксперимент поставлен. Пара-пара-пам. Пууу. Такие как они входят в состав комиссии по распределению выпускников, где пользуются своей властью над молодыми людьми, среди которых иные втайне стремятся сделать честную университетскую карьеру. Занимаясь литературовидением или, скажем, антропологией. Короче, этика пошла. О, Господи, какие же бедные дети. Я знаю, многие из них сами говорили мне, что в гуманитарных науках есть добросовестные люди, которые могли бы осмелиться выступить открыто, но их запугивают и они молчат. Но их запугивают и они молчат, да. А вот шнобелевские премии выдавать, короче, троллить людей, пранковать по-разному, это... Это, конечно, офигеть, как научно, серьезно. Это нифига не запугивание, это нифига не стремление к тому, чтобы заставить кого-то молчать. Не-не-не-не-не-не-не-не. Не-не-не-не-не в коем случае. Не, это все чистенько. Все чистенько, короче. Для них Алин Сокол всегда будет героем, и ни один человек, обладающий чувством юмора или чувством справедливости, не станет с этим спорить. Я буду спорить. Этому, кстати, способствует и то, что его собственный послужной список от человека левых убеждений безупречен, хотя это, строго говоря, не имеет отношения к делу. Круто, да. Безупречен. Да после такого пранка его и убить как бы не жалко. Ну, пранки он устраивает такие. Серьезно. Серьезно, чувак устраивает пранки против коллег. Охуеть. В подробном патологоанатомическом исследовании своего знаменитого розыгрыша также поданном в социал-текст, но как и следовало ожидать, отвергнутом редакции и опубликованном в другом журнале. Сокол отмечает, что помимо многочисленных полуправд, обманов и нелогичности, его статья содержала некоторые синтаксически корректные предложения, совершенно лишенные смысла. Он жалеет, что их было слишком мало. То есть еще одну статью вообще не пропустили в тот же журнал? Я очень старался, работая над ними, но обнаружил, что за исключением редких приступов вдохновения, мне просто недостает умения. Недостает умения ему, видите. Если бы он писал свою пародию сегодня, ему, несомненно, помог бы генератор постмодернизма, виртуозное произведение, которое создал программист Эндрю Булхак из Мельбурна. Всякий раз, когда вы заходите на сайт elzoyor.org, он спонтанно генерирует для вас, безупречно следуя грамматическим правилам, новый превосходный, невиданный ранее образец постмодернистского дискурса. Ну, попробуем. Так это оно, что ли? Тихо. Еще раз. The broken sky. Capitalist discourse and dialectic. Диалектический капитализм. Нормально, кстати. Прикольно. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Postmaterial discourse. Концептуализм, национализм... Ну, бля, ну это мусор. А, нет, стоп. Концептуализм, национализм и просто национализм. Не, крево, охуенная штука, серьезно, забавно. Ну, слушайте, прикольно, прикольный, короче, синтезатор бреда. Причем тут целая статья комбинируется, как видите еще и с источниками кайф 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 субкапитализм искусственнализм культура бля я знаю где я буду короче как я буду статьи печатать в общем в америке теперь я знаю как это делать прикольно на самом деле серьезно кайф клёвая штука я только что заходил туда и генератор выдал мне статью в 6000 году слов о заглавленную теория капитализма и подтекстовая парадигма контекста авторами которые значатся дэвид и эл вертор и рудольф дюгар бандес отделение английского языка кембриджский университет что в высшей степени справедливо потому что именно в кембриджском университете жак дерри до недавно удостоился почетной докторской степени вот характерное предложение из этой впечатляющей интеллектуальной работы бля ну чувак я не буду это засчитывать то есть ну рандомную хуйню посетите этот сайт это буквально не исчерпаемый источник случайно генерируемый синтаксически корректно бессмыслица который отличается от своего прообраза только тем что ее приятнее читать он позволяет генерировать хоть тысячу статей в день каждая из которых уникальна и готова к публикации и даже снабжена пронумерованными сносками в конце рукописи посылать на имя коллектива редакции журнала social text с двойным межстрочным интервалом в трех экземплярах то есть они бля он реально рекомендует бомбить журнал social текст фейковыми статьями какой же мудак просто уже понимаете сколько людей это сделают сделали уже даже наверное я серьезно я даже но не понимаю на это уровень кринжовости 10 из 10 просто это бред он буквально советует нападать людям пиздец полный полный пиздец что же касается более сложной задачи отвоевать отделение гуманитарных и общественных наук для настоящих ученых представители мира естественных наук сокол и брикмон вслед за гроссом и левитом лишь подали дружеские сочувствие например остается надеяться что найдется кому за ними последовать да давайте короче отдадим гуманитарные в общем и общественные науки настоящим ученым то есть бездарным тупым офисным работникам которые будут делать тупую не творческую не креативную офисную работку просто абсолютно бездарную но в лучшем случае будут исследовать какие-то простые простые проблемы не будут формулировать формировать новые дискурсы не будут нихуя делать просто будут получать бабки заниматься какой-то очень частный тупой хуйней причем это хорошая хуйня на самом деле не будем прям ругать то этих людей да но степень продуктивности этих вещей крайне низкая а зато у делёза она вот такая у бодрияра она тоже нормальная но я бы не назвал их вообще больших философами с большой буквы но они разрабатывали некий частный дискурс и это вполне так себе неплохо но ну блин ножа чтобы что вы хотите от них короче чего от них еще хотите я просто я не понимаю просто генератор текста генератора текста концептов нету генератора текста идеи нет изначальной у делёза у бодрияр у всех у этих мыслителей но и кстати у лакана есть общая идея есть дискурс в котором они переваривали несколько дискурсов у лакана например это соответственно психоаналитический дискурс то есть как можно сравнивать настоящих мыслителей стать настоящих мыслителей настоящих да ну как настоящих опять же по моей структуре это наверно кинчастные мысли частные деятели такие да внутри какой-то дисциплины вот так вот но настоящих каких-то продуктивных людей более-менее сравнивать их с компуктером который укро мысли нет то есть смехотворно просто серьезно серьезно уровень глупости просто фантазь фаталический ладно друзья все хватит со статьей закончили